Такая мозаика сохранилась с советских времен. Прекрасная. Девятиэтажный дом. Первый панельный дом в Самаре. 69-го года постройки. Первый девятиэтажный панельный дом. Лошадка, солнышко. Пойдем дальше посмотрим другие мозаики. Субтитры создавал DimaTorzok. Вот тут видим Кремль, видимо, и мост. Наверное, через Волгу. Наверное, в районе Сызрани. Очень похоже. Несколько лет назад тут плитку положили. Деревья посадили. Кстати, в 90-е годы здесь хотели построить дома. Точная застройка на месте этого скверика небольшого, где деревья. Но жители отстояли. Вырезало бы это, конечно, не очень хорошо. Здесь планированная застройка советская. Скверик очень органичный. Сюда подходит Адамаба, то вообще бы не смотрелись. Мы идем от метро Алабинской. До набережной одного Садовой. Вот и камера. Не как у меня, конечно. На тему, видимо, кинематографа. Мозаика. Все эти дома 69-го года постройки. А вот это вот, по-моему, первый 14-этажный дом кирпичный в Самаре. Вроде как это так называемое. Башня Вулых. Здесь кирпичные вроде как стены снаружи, а внутри панельные стены. Детская площадка. Тоже недавно сделали. До этого, по-моему, тут все разравнено было. Для нее какое-то время дома стояло. Жители переживали, что здесь тоже какой-то дом взойдут. Ненужные, неточные. А до этого еще здесь была с советских времен детская площадка. С наклоном рельеф. Сейчас выровняли, а была с наклоном. Каштаны посажены в дом всего спуска. Осипенка. А вот это вот сохранился. Сохранились ворота. Деравиационные, как видите. Ворота, по-моему, были вход в мужской монастырь. Вот он здесь был, на этой территории. Это кладбище был своем. Толстой. Толстой. Заканчиваются. Ну, все. Здесь мозаика заканчивается с этого дома. Есть место мозаики, окна Данные панельные дома Типичные брежники, типичные девятиэтажки Очень распространенная серия в России По-моему, они пошли из Новосибирска В данной серии Трехкомнатные и двухкомнатные квартиры Из минусов это смежная комната Вот они дома эти Во двор выходит Трехкомнатная квартира Со стороны подъездов Трехкомнатная квартира А где подъездов нет, там двухкомнатные и трехкомнатные квартиры Ну слышимость как в панельных домах типична Качество у них постройки Не самое лучшее Большие дыры Между Этажами Потому что слышимость есть, конечно Ну бывает и хуже, я думаю Ну вот тоже В таком виде капитальный ремонт сделан Вот здесь, кстати, тоже Хотели Построить дом В нулевые, по-моему Да, в нулевые И жители тоже отстояли Тут весь не корчал Так, а вот здесь мы видим, что сделали капитальный ремонт Может, внутри тоже, конечно, сделали Но снаружи только Терцевую часть А вот мы видим Изначально, как эти дома выглядели С момента постройки На мой взгляд Ничем не хуже Чем После капитального ремонта Серенький такой Советский Материал Облицовки стен Очень даже ничего Очень подходит к осени Серенький цвет Вот здесь три Видим Шнадцатиэтажки Эти дома уже были позже построены Советская площадочка Оставшаяся Кто-то тут силовым тренингом занимается С колесиком Вон, потому что тут советская Такая площадка Дома, кстати, тоже вот Облицовали Получше Пробилили снаружи Дальше они более Облицовы были Это вот район, где Мы ходим с тобой Это самым считается Лучший район Самария По наличию школ Безопасности По мировке Главное Вырезать К набережной К Волге К благоустроенностям Считается Называется как бы Микро-район Звезда Но хоть она как бы Ну как он Микро-район Звезда Граница с микро-районом Политехника Звезда Он в большинскую сторону Куда я иду сейчас Все-таки Политехник По-моему Больше туда В ту сторону Вот такой вид Открывается Отсюда Здесь хотя До нулевых годов Здесь только троллейбус Раньше ходил Троллейбус на сноску была И тупик Тупик был Вот в районе Светофора Немножко подальше Дальше куда машины едут Там не было дороги Когда метро строили Алабинское Дело и отстроили Открытым способом И Так как дорогу перекрывали Новосадовую Здесь вот сделали Дорогу Куда мы подальше Куда мы идем Так называемая Северо-восточная магистраль Небольшой участок Идем к набережной Идем к набережной